Гвоздико может усиливать выделение желчи, но не имеет на отношении дегельминтизации. Палынь и пижма действительно относятся к травам, имеющим определенное дегельминтизирующее действие. Под влиянием современных фармпрепаратов для лечения инвазий, то есть заражений червями паразитическими, вызванных нематодами, это острицы, власоглавы, аскориды, использовался препарат сантанин, изготовлявшийся из этих трав. Однако, чтобы получить его действующую эффективную концентрацию, необходимо использовать отвар или экстракт этих трав в очень большой концентрации и по особой методике, неосуществимой в домашних условиях. Знакомая песня. Вот изготовляли тадикамб, керосин, грецкие орехи, а потом видите, вот какой появился тадикамб из Молдовы, где сказано, что самостоятельно вы сделать это не могете. Но не могете, вот и все, это не керосин и не грецкие орехи и не настойка, а это совершенно нечто другое с запахом керосина. Так, в тех микроскопических концентрациях, в которых эти травы входят в тройчатку, они не оказывают глистогонного эффекта. Ну, так можно сказать, позвольте, позвольте. Но эти глистогонные травы, они появились не от того, что их исследовали и из них выделили вещества, а уже народ с их помощью гнал паразитов. И поэтому, официальная медицина обратила на них особое внимание, начала исследовать за счет чего? Помните, вот совсем, совсем, говорит, вот недавно я выложил вам статью про полынь, где искали средства от малярии. Искали, искали средства, отдали две Нобелевских премии в 906 году, в 907 году, все, вроде бы нашли, а нет. И вот новая третья премия, и что оказывается, что автор, который сделал это лекарство на основе полыни, взял этот рецепт из книги 2000-летней давности. Позвольте, тут что-то не вяжется, не вяжется, понимаете, вот над этим сразу стоит подумать. Вяжется это и не вяжется, неосуществимое в домашних условиях. Все, не гоните люди паразитов, они могут, мабуть, покусать, они могут просто разбежаться и потом их вместе не собрать. Читаем дальше. В тех микроскопических концентрациях, в которых эти травы входят в тройчатку, они не оказывают глистогонного эффекта, зато они вызывают другой, крайне нежелательный эффект. Так называемую извращенную локализацию глистов. Под действием дегельметика в низкой концентрации, это относится и к фармпрепаратам. Листы меняют свою правильную локализацию и начинают мигрировать не только по пищеварительной системе, но могут и прорезать кишечную стенку и выйти в брюшную полость. В кишечнике они могут заползать в аппендекс, протоки печени или поджелудочной железы, выйти из пищевода и заползти в легкие. Все это приводит к жизненно угрожающим состояниям, требующим немедленного и высококвалифицированного медицинского вмешательства. Но вот это высококвалифицированное медицинское вмешательство и все. Где оно, высококвалифицированное медицинское вмешательство? Где оно есть? Скажите, смотрю по телевизору с онкоцентра, сами специалисты увольняются, медики. Из-за того, что там такие условия создались, как для медперсонала, ничем не платят, так и для людей, которые лечатся в этом центре. Они сказали, условия ужасные. Где высококвалифицированная помощь? Где она? Где? Так, где тут я остановился? Вмешательство. Нужно знать, что все травы, обладающие дегельминтизирующим действием, в эффективной концентрации, более токсичны, чем современные фармацевтические препараты. Вон оно как! Все они имеют ряд противопоказаний. Так позвольте. Но такое, знаете, для детей рассказано, что активные вещества, которые действуют на листов, были выделены из этих трав, для того, чтобы концентрация была повышенная, чтобы отгнало их. А потом оказывается, что вот эта вот концентрация повышенная, она якобы менее вредна, нежели если мы увеличим дозировку этих трав. Позвольте. Вы так и скажите, что тот травит, что это травит. Только мы вас травим тот по-научному, а тот вы травите себя по-домашнему. Вот и вся разница. Все они имеют ряд противопоказаний. Как и лекарства противолистов, с которых лекарства сделаны с этих же трав, так полынь и пижма противопоказаны детям до 12 лет при болезнях печени, почек, сердца, беременности. Кстати, как и вот эти глистогонные средства на их основе, сразу же надо говорить. Могут быть причиной маточных кровотечений, как и то, так и другое, согласен. Может быть. Популярный для гематизации и прочих оздоровительных целей. Чеснок также вызывает изощренную локализацию и противопоказан при почечной недостаточности. Ё-моё. Помните, что там говорили? Не ешьте чеснока, потом что-то там еще такое. Наши доблестные эти. Медики сказали, что что-то там обладает такой галлюцигенной активностью. Люди, не ведитесь на рекламу. Вот и правильно сказано. Не ведитесь на рекламу вот этих противопаразитарных препаратов, современных, изготовленных из растительного сырья. Потому что концентрация в растительном сыре гораздо меньше, а ее, значит, сгущают, берут гораздо больше, для того, чтобы наверняка протравить паразита. Не ведитесь на эту рекламу. Правильно сказано. Так, не используйте свой организм в качестве испытательного полигона. Позвольте, позвольте, испытательный полигон. Кто там у нас какой-то фильм был? Доктор Хаус. И я так немножечко там глянул. И вот он говорит, так, применяем вот это вот лекарство. Ага, не подействовало. Применяем вот это лекарство. Ага, не подействовало. Применяем то лекарство. Ага, подействовало. О, нашли. О, человек разобрался. Позвольте, а это что такое? Тем более покрасывается Вот эта вот Действительность медицинская Показывается уже В телевизионном сериале А это что такое? Что это такое? Так, не забывайте Что в русском языке есть Слова трава и отрава Однокоренные Естественно Готовили и то и другое Так теперь смотрите Дальше пойдем Из травы приготовленная отрава для глистов Она также травит и организм Какая разница? В отличие от траволечения Современные фармацевтические Дигерметики изучены Указаны их возможные Побочные эффекты Пропоказания Токсический эффект Сведен к минимуму Знаете Вот В конце концов Все решает Конечный результат Как люди ходили за листами Так они и ходят за листами И с паразитами Что лечится по народной медицине Что лечится по Официальной медицине Все поголовно Заражены Глистами И прочими Паразитами И даже после того Как они вроде полечились Сколько там лечения длится Вот я все вам Оттолкую Что цикл развития Аскориды В организме человека Это научные там Все эти исследования Которые исследовались Девять месяцев Поэтому в течение Девяти месяцев Надо Курсами Или как то там По другому Но тем не менее Применять Как Официальные препараты Так И Народные препараты И далее Даже Девять месяцев После того Как мы с вами Все это дело Вроде как Протравили И нету Мы думаем Что нету Но у нас Окружающая среда Мы живем С домашними Животными Мы выходим На природу Мы там Употребляем Те же фрукты Овощи Там много чего Потребляем И у нас Происходит Постоянное Заражение Паразитами Постоянное Так Что бы я Из этого Из этого Особо сделал Смотрите Какой Вывод Вернее Никакой вывод Я об этом Раньше вам Рассказывал Это что касается Глистов Да я там согласен Могут там поменять Могут не поменять Но в любом случае Когда произошло Заселение Глистами Они постоянно Размножаясь Будут Наш организм Колонизировать Как люди Колонизируют Землю И И туда Залазить И сюда Залазить И по всякому Залазить На то они И паразиты Так А вот Важно Следующее Они Оказывают Ага В тех Микроскопических Концентрациях В которых Эти травы Входят в Трочатку Они не оказывают Листоводного эффекта Зато они вызывают Другой Крайне нежелательный Эффект Так называемую Извращенную Локализацию Листов Значит Под действием Дегельмитика В низких Концентрациях Это относится К фармпрепаратам Листы меняют Свою правильную Локализацию И начинают Мигрировать Не только По пищевой системе Но могут И пронизать Кишечную стенку И выйти В брюшную полость И так далее А теперь Мы Все это Перенесем К лечению Антибиотиками Бактериальных Паразитов То есть Бактерии Грибки Лечатся Там Антибиотиками Или лечатся Там Другими Препаратами Против Грибков Там Свои препараты И смотрите Что называется В результате Лечения Антибиотиками Появляется Другой Крайне Нежелательный Эффект Так называемая Изращенная Локализация То есть Под действием Антибиотикам В больших Или там Малых Констрациях Не важно Значит Микробы Грибки Меняют Свою Правильную Локализацию И начинают Мигрировать Не только По пищеварительной Системе Но вот Проникать Там Проникать И теперь Внимательно Слушайте Меня После того Как идет Лечение Простуды Ангины Антибиотиками Рассказывают О том Что возникло Осложнение После Лечения Начали болеть Суставы Микробы Прячась От Антибиотиков Или те же Самые Грибки Они Внедряются В такие Ткани В которые Антибиотики Не проникают То есть Соединительная Ткань Суставов И начинают Там размножаться Вызывая Болевые Ощущения И разрушая Сустав Они Проникают Также Внедряются В сердце Вот в эту Соединительную Ткань Начинают Там Развиваться В результате Чего Стенки Клапанов Извращаются И начинают Плотно Не прилегать Начинается Какая-то Там Сердечно Недостаточность Или еще Что-то Они Также Мигрируют В почки Вызывая Почечные Заболевания Ну И так далее И так далее То есть Говоря Одну Правду Не надо Забывать И о Других Первое Это То Что Смотрите Мы даже Сейчас Человека Не будем Брать Мы Возьмем Животных Периодически Животные Используют Разного Рода Растения Обладающие Вот Ристоонным Действием Для того Чтобы Почиститься От Паразитов Едят Значит Там Специальную Траву Семена Для того Чтобы Избавиться Есть Это В природе Факт Такой Есть Есть Далее В течение Тысячелетий Вот Это Все Применялось И Я уже Повторяюсь Откуда Узнали О том Что Вот Какую-то Траву Там Выпил Хоп Листы Вышли А Другое Что-то Есть Они Не Выходят Опять Это Попробовали А Они Там Опять Вышли То Есть Действие Было Выявлено Практическим Путем В течение Многих Поколений Человеческих Жизней Что Это Действует Так Может Быть Хотелось Чтоб Она Лучше Но Тем Не Менее Было Было Далее Откуда Узнали Современные Ученые То Что Вот Именно Вот это Действует На Паразитов И Приготовили Вот эти Все Эти Вытяжки Вот эти Все Лекарства Из Трав Которые Гонят Паразитов Просто Усилив Концентрацию Воздействия На них Если В растении Там Оно Там Допустим Единица А для Того Чтобы Эффективно Гнало Этих Паразитов Еще Более Эффективно Значит Это Должно Быть Там 20 Единиц Значит Надо Это Сгустить Эту Часть И Если Это Это Влияет На Живое На Живое То есть На живого Червячка Того же Глиста Который Живет У нас Как Бы Мы Не Хотели Это Будет Влиять И На Наш Организм Просто Наш Организм Гораздо Больше И Может Перенести Гораздо Большую Токсическую Нагрузку Нежели Тот Маленький Беззащитный Червячок Который Там Где-то Лазит И Чем Ещё Действует Вы Представьте Этого Червячка Вот Глестёныш Там Желудочно Кишечном Тракте Всё Там Среда Более Менее Нормальная Что Делает Гвоздика Гвоздика Мы В рот Её Взяли И Она Начинает Нас Ожигать Так Вот Когда Эту Гвоздику Мы Приняли Она Пошла Естественно Она Начинает Тельце Этого Беззащитного Хрупенького Паразита Который Наш Ороним Защищает Она Начинает Его Ожигать В результате Чего Он Начинает Скатываться Вниз Для того Чтобы Не сгореть В пламени Гвоздики Это Так К примеру Да Если Мы Примем Этой Гвоздики Так Хорошую Дозу Допустим Чайную Ложку Попробуем Порошка Съесть То Он И Нам Внутров Выжгет А Так А Так В тех Дозах Которых Поменяем Они Как раз Воздействуют Вот На На Тельце Этих Глистов Нежные Воздействуют На Эти Там Яйца Но Тем Не Менее Тем Не Менее Глистами И Прочими Паразитами Мы Постоянно Заражаемся И Это Все Надо Применять То Есть Не Надо Вот Говорить Что Вот Это Фармацевтические Препараты Они Менее Токсически Вредны Для Организма А вот Они Больше Токсически Вредны Для Глистов Что То Живое Что Это Живое Поэтому Навряд Ли Это Получится Тем Более Тем Более Сказано Что Все Это Изготавливается Из Трав Если Вы Вообще Из Какого Другого Сырья Ну Там Еще Можно Было Подумать А тут Вот Так Сказано И Говорится Что Зря Вы Используете Тройчатку Так Вернемся К Микропаразитам Которые Лечатся Антибиотиками Они Попрятались Разбежались По Организму Устроились Там Где Их Антибиотики Не Достанут И Естественно Продолжают Свою Деятельность Вот Производя Определенные Заболевания Повторюсь Лечили Ангину Получили Осложнение На Суставы Ревматизм На Сердце На Почки Поэтому Здесь Еще Показывает Практика Вот Лично Я Я Пропил Тройчатку Я Знаете Я Практически Не видел Чтоб С меня Вот Вышел Явный Глист Я сказал О Вот То Или Иное Средство Повлияло Вот Вышел Вот Это Хорошо Я Не видел Этого Но Зато Когда Я Голодал Я Видел Вот Знаменитые 40 суток Как С меня Выходит Вот Эта Слизистая Пробка Как С меня Выходит Какая Муть Как С меня Выходит Что-то Непонятное На Четвертом Десятке Голодных Дней Вот Это Я Сам Видел После Того Как Я Применил Тройчатку Что Вот У меня Лично Значит Я раньше Более-менее Так это Болел Герпесом Герпес Высыпал Там Одно Время Довольно Таки Часто Особенно Когда Все это Дело Забрасывается То Начинаются Проблемы И Вот Когда Я Вот Это Все Начал Применять Повторно Который Раз Применять Тот же Тройчатку Тот же Чистку Печени С использованием Трав Тот же Керосин Тот же Тмин И все Такое Пятое Десятое Я почувствовал Себя Совершенно Иначе Совершенно По Другому У меня Появилась Энергетика У меня Кожа Стала Более-менее Чистая Исчезли Какие-то Там Такие Непонятные Вещи В районе Живота И знаете Что бы Я хотел Сказать Вот Если Современная Медицина Современная Наука Вот Так Печется О человеке Вот Она Переживает Ну Пусть Появятся Какие-то Такие Люди Наподобие Меня Непонятные Которые Деньги 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 Принешете Нам А допустим Не просто Там Как-то Это Без денег Там Себя Там Полечите Или Или Там Целителю Отдадите Чтоб Все это Нам Пришло Вот Получается Вот так За все эти Формопрепараты Надо платить Кстати Из-за Травы Тоже Надо Там Платить Но Травы Можно Самостоятельно Собирать А Формопрепараты Эти Самостоятельно Не Сделаешь За них Надо Платить А Эффект Конечный Результат Ну Конечный Результат Где Он Опять Так Я Сижу Перед Вами И В Который Раз Я Уже Задал Себе Этот Вопрос И Ответил На Него Ну Почему Я Занимаюсь Своим Собственным Здоровьем Я не буду Говорить Там Что я Кого-то Там Лечу Своим Собственным Здоровьем У меня Были Достаточно Тяжелые Ситуации Разного Рода Ситуации Со Здоровьем Обращение К Медицине Только Перевело Их В Разряд Еще Более Каких-то Тягостных С Легких Допустим С той же Ангины Это все Перешло В гайморит И И далее Там И далее Какие-то Осложнения По организму Проблемы С суставами Проблемы С позвоночником Если бы Это все Работало Да я Б этим делом Не занимался Зачем Мне это Надо Вот Сидеть Этим делом Заниматься Но Обращаясь К врачам Я толком Ничего не получал Кроме ухудшения А последнее мое обращение По поводу позвоночника МРТ Когда там я Уже и ходить не мог Проверили Значит Диагностику Позвоночного столба Показали Вот 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 Все это Разрушено А как будем Лечить Поколем Витаминчики И будем Наблюдать Здесь На основании Этой статьи Вы возьмите То что Да Это может иметь Место Что Листы Будут Срываться Со своей Какой-то Лекализации И уходить Там куда-то В другое место Может это быть Это раз Второе Теперь Все это Прокрутите У себя В отношении Микропаразитов Гноеродной инфекции И грибков Там И Прочих Там Этих Малявок Этих Различных Трихомонат И прочих 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 Лечение Антибиотиками Что Делает С ним Они Тоже Срываются С места Где они Там были И Уходят Туда Где их Антибиотик Не достанет Вот Вот Эти Вот Два Вывода Первый Что это Может быть Имеет Место Второе Если мы Лечим И тем И другим Имеет Место Но Если мы С вами Постоянно Занимаемся Своим Собственным Здоровьем И Периодически Я не зря Вам говорил Протравливаем Свой Организм С помощью Таких Вещей Которые Менее Вредны Для самого Организма А больше Вредны Для Грибков Микробов И Паразитических Червей То мы Потихонечку Очищаем Его От этих Нежелальных Гостей И Будем Говорить Вот Постоянно За этим Более Менее Следим А так Да Полечились А потом Опять Они Возникли Мир Заселен Паразитами Которые Так и ждут Как бы Нас Сожрать Благодарю За просмотр Если вам Понравилось Видео Ставьте Лайк Звоните В колокольчик И подпишитесь На канал Ваше Участие Развивает Канал И Способствует Его продвижению Вы Можете Посетить Бесплатно Мою Авторскую Библиотеку На сайте Малахо Про Доброго Здоровья И до Новых Встреч